Наталья Романова Виссарионовой Евдокии Федоровне, матери Александра Показалось, что юг Франции – самое подходящее место для родового гнезда благородного семейства Отец Павел Александрович, желая побаловать драгоценную женушку, купил вожделенную недвижимость с видом на морскую гладь и проходящие мимо парусники Сам же Александр поначалу гостил у родителей не меньше пяти-шести раз в год Сейчас перешел на график год через два Один год приезжал на пару дней, два – игнорировал Если дела заносили в этот регион, останавливался в гостинице Вот и сегодня он отдавал сынове долг, морщаясь про себя от всего происходящего В первую очередь от назойливой заботы матери С трудом высидел совместный праздничный ужин Оставалось отбыть легкий завтрак, после – дружелюбное прощание И, наконец, самолет, который унесет его подальше от Виссарионовых старших на ближайшие пару лет Он невольно поморщился, повел плечами, как при сквозняке Вспоминая разговор за семейным столом в столовой Никак не меньше ста с лишним квадратов Обставленное в стиле ренессанса, если верить матери семейства Александр в этом ни черта не понимал И в ближайшие лет двести разбираться не собирался «Дорогой, когда ты порадуешь нас с приятной новостью?» Осведомилась мать, отложив в сторону столовые приборы «Какое именно?» Александр сделал вид, что не понял вопрос «Естественно, я имею в виду твое семейное положение» «Ничего естественного в том, что родители лезут в личные дела 35-летнего сына» Александр не видел, однако промолчал Лишь поднял в недоумении бровь В упор глядя на излишне молодящуюся мать «Что не так с моим семейным положением?» «У тебя его нет», — пропела мать «Тебе пора подумать о семье, о детях Мы с отцом хотим внуков» «Да уж, хотелось бы дожить до столь знаменательного события, пока я еще не в старческом маразме» Неопределенно хмыкнул отец Он то ли подыгрывал матери, то ли подкалывал ее А может, и то, и другое, и третье на закуску «Доживешь», — усмехнулся Александр «Ты, наконец, сделал предложение этой своей Веронике, Виктории?» «Как там ее?» — равнодушно поинтересовался отец «Господи, нет!» — воскликнула мать Включая на полную катушку Евдокию Федоровну Русскую аристократку Жаль только родом из условного Мценского уезда Из семьи потомственных рабочих и крестьян «Это ваша Вера, профурсетка!» «Профурсетка, мама, — это женщина легкого поведения А Вера Андреевна Соколовская Одна из успешных адвокатов в области корпоративного права Работа не мешает ей быть профурсеткой Ожидаемо ощетинилась мать Одна и та же история на протяжении десяти Нет, уже пятнадцати лет Стена не о внуках, которых срочно требовалось родить Единственному наследнику Четы Виссарионовых И в то же самое время Любая кандидатура на роль матери этих самых внуков Отметалась как недостойная Профурсетка — это одна из самых лояльных характеристик Из уст Евдокии Федоровны Можно сказать комплимент Не переживай, — примирительно ответил Александр Я не собираюсь вступать с Верой в брак Хорошо, — наигра натяжка выдохнула Евдокия Федоровна И все же мы с папой ждем, когда ты позаботишься о собственной семье И обеспечишь нас внуками Я дам тебе телефон своего врача Уверен, с помощью денег и связи отца Вы сумеете найти общий язык и обеспечите себя внуками без моего участия Спокойно ответил Александр Саша Что Саша, мам? В нынешний век совсем не обязательно жениться И даже спать с женщиной, чтобы стать отцом Достаточно предоставить небольшую баночку врачу А дальше, я совершенно уверен, ты сама прекрасно справишься Найдешь лучшую яйцеклетку из всех возможных Подберешь прекрасную суррогатную мать И обеспечишь наконец-то себя внукам Если верить статьям в интернете, даже не одним Ты несешь чушь, — отрезал отец Чушь несете вы Саша резко встал из-за стола Приятного аппетита Александр тряхнул головой Посмотрел в сторону моря Вид с просторного балкона действительно открывался превосходный Вот только вся эта средиземноморская красота была не близка ему Сидела кособока Как пиджак какой-нибудь фабрики красный текстиль Если такая и существовала в природе И наследнику самого Павла Александровича Пришло бы в голову взять в руки нечто подобное Не просто наследнику, а успешному бизнесмену Чье состояние давно исчислялось не миллионами Наверное, поэтому он до сих пор не был женат На любые относительно серьезные отношения Необходимо тратить ресурсы В первую очередь Время и силы Их же Александр пускал в работу Или потому, что не встретил ту, на которую не жалко будет тратить Эти самые пресловутые ресурсы Вера Приятный, ни к чему не обязывающий секс Который устраивает обе стороны Не более того Ей точно так же не хотелось тратить силы на отношения Которые заранее обречены на провал Мало кто из мужчин в состоянии терпеть рядом Настолько целеустремленную умную женщину Александр соглашался Зная наверняка, что значит для Веры Немногим больше, чем вибратор с дополнительной функцией Два-три приятных вечера в месяц За непринужденной беседой в ресторане Или непродолжительное, приятное для обоих путешествие В большем не нуждались оба Ни он, ни она Из раздумий вывел звонок Александр покосился на незнакомый номер Для чего-то снял трубку «Александр Виссарионов?» Услышал он смутно знакомый голос «Да нет, не смутно, отчетливо Но сильно изменившийся за прошедшие десять лет» «Десять ли?» Пришлось напрячь память, чтобы отсчитать года Выходило десять «Слушаю» Резко ответил он «Это Олег Олег Звягельский» «Не могу сказать, что рад тебя слышать» Прямо ответил Александр Он давно пережил то, что случилось десять лет назад Переживал и выплюнул Время действительно лечит А молодость дает силы на полное исцеление Однако слышать этот голос Возвращаться в прошлое Не хотелось совершенно Виссарионов никогда не считал себя мазохистом Поверь, я бы не обратился к тебе, если бы не обстоятельства «Охотно верю», — не сдержал усмешки Александр «Тебе ведь не составит труда приехать во Франкфурт-на-Майне Университетская клиника имени Гёте» Утвердил, игнорируя тон собеседника Звягельский «Не составит, но для чего мне нужно?» «Из милосердия», — вдруг ответил бывший друг «Бывший лучший друг» «Не по адресу обратился», — в раздражение ответил Александр и отключил номер «Милосердие» «Что за глупость?» «Какое он-то имеет отношение к милосердию?» «Даже если прямо сейчас в клинике во Франкфурте-на-Майне Подыхает любимый попугай Звягельского Александру насрано на это с высокой, с самой высокой колокольни» «Все-таки он отправился в этот чертов Франкфурт-на-Майне Благо ни с визой, ни со временем, ни с деньгами У Виссарионова проблем не было и быть не могло «Зачем?» Кто же ответит «Зачем?» Может и правда милосердие, окольнувшее под ложечкой Когда какой-то нездоровый интерес завел на сайт клиники И там обнаружился один из крупнейших онкологических центров Европы Или болезненное любопытство А может и безотчетное желание поставить никому не нужную на сегодняшний день точку Свою Александр Павлович Виссарионов поставил 10 лет назад Дело за Звягельским и той, чье имя он не вспоминал лет семь точно